ВВС США провели 26 летных, инженерных и отладочных испытаний новейшей гравитационной ядерной бомбы Би-61-12. Об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштин. Программа идет очень хорошо, заверил генерал. Как сообщает портал military.com, модифицированная бомба намного точнее своих предшественниц 11-й модификации, и совместима с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, первая партия Би-61-12 поступит на вооружение к 2020 году. Авиабомбы планируется разместить на военных базах США в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. По оценке бюджетного управления Конгресса США, модернизация тактических ядерных сил за 30 лет, 2017-2046 годы, обойдется в 25 миллиардов долларов, напомним, гравитационными в США называют бомбы, предназначенные для сбрасывания самолета. Их обозначают литерой Би. Формально Би-61-12 является модификацией Би-61, поступившей на вооружение стратегических ядерных сил США еще в 1963 году. Разные типы этой бомбы, Ми-61-3, Ми-61-4, Ми-61-7, Ми-6-11, до сих пор находятся в американском ядерном арсенале. Однако на деле речь идет о новом вооружении, первой управляемой ядерной бомбе в арсенале США, за счет развитого оперения Би-61-12 способно планировать. Отклонение предшествующих версий Би-61 от цели составляло 170 метров, а мощность ядерного заряда достигала 170 килотонн. В новой модификации отклонения уменьшили до 30 метров. Благодаря этому выросла вероятность поражения цели, а мощность заряда удалось снизить. Теперь перед бомбометанием можно регулировать мощность в пределах от 500 килотонн до 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Нижнее значение почти на 98% меньше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Как цинично заметил бывший замминистра обороны США по политическим вопросам Джеймс Миллер, это позволит снизить жертвы среди гражданского населения в случае его использования. Ми-61-12 сможет размещаться на самолетах Би-2А, Би-21, Ф-15И, Ф-16СИДИ, Ф-16МЛА, Ф-35ИПА-200. Благодаря ее способности планировать, самолеты США и НАТО смогут наносить удары по территории РФ, не входя в российское воздушное пространство. При этом Москва не будет знать, несет ли Би-61-12 ядерный заряд или обычную боеголовку. Это значит, риск непреднамеренной эскалации резко возрастет. Эксперты уверены, что с заменой тактического ядерного оружия США в Европе на Би-61-12, этот арсенал приобретет статус стратегического. По мнению директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаила Ульянова, постановка на вооружение Би-61-12 может существенно понизить порог применения ядерного оружия, вместо средства сдерживания такие вооружения потенциально становятся оружием поля боя. Главной изюминкой выступлений Джека Вайнштейна на ежегодном собрании Ассоциации военно-воздушных сил США стало признание, что Би-61-12 — это глубокая модернизация Би-61, а не просто продление ее жизненного цикла, отмечает эксперт Российского института стратегических исследований, Виссис Сергей Ермаков. Новая бомба, по данным различных источников, способна планировать на расстояние до 50 км. Соответственно, это уже не обычная гравитационная бомба свободного падения. Вайнштейн также признал, что Би-61-12 планируют устанавливать не только на тактические истребители F-15 и F-16, но и на перспективные F-35, а также на тяжелые и стратегические бомбардировщики Би-2 и Би-21. Это означает, что американцы расширяют сферу применения новых бомб, придают больше гибкости своим ядерным вооруженным силам, а также повышают роль ВВС как сил, способных проводить ядерные операции. Таким образом воплощаются идеи, описанные в новой ядерной стратегии США, обзоре ядерной политики, опубликованной Пентагоном в феврале 2018 года. Там в частности сказано, что роль ядерного оружия для Америки только возрастает. Новые бомбы, согласно стратегии НАТО, планируется размещать в Европе, на тех американских военных базах, где до сих пор имеется тактическое ядерное оружие. И понятно, что главная задача, которую будут решать новые бомбы, это сдерживание России. Замечу, американцы руководствуются при этом весьма опасной логикой, сдерживание возможного масштабного конфликта угрозой применения ядерного оружия, или даже путем его применения. В последнем случае речь как раз идет о превентивном ударе по российской территории новыми бомбами пониженной мощности, которые сможет применять тактическая авиация. Учения по нанесению подобных ударов уже проводятся, и к ним привлекаются европейские союзники США по НАТО, причем в учениях принимают участие не только страны, на территории которых расположены американские ядерные арсеналы, но и республики Прибалтики, Чехии и Польша. СП, что в этой ситуации должна делать Россия? Наша позиция проста. О ней как раз говорил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. У нас есть средства, которые способны нас защитить, в том числе, перспективные. И ущербная логика США, согласно которой можно провести границу между локальным и масштабным применением ядерного оружия в отношении России не работает. Любое применение ядерного оружия, тактического, субтактического или же субстратегического классов, мы будем воспринимать как переход к широкомасштабным враждебным действиям. В этом случае мы оставляем за собой право ответного применения стратегического арсенала. Другими словами, не нужно пытаться нас сдерживать B61-12. Не нужно размывать стратегию ядерного сдерживания с помощью технических новинок, в рамках ущербной концепции деэскалации крупного вооруженного конфликта путем ограниченного применения ядерных средств поражения. Иначе у США и НАТО может возникнуть ложное чувство уверенности в том, что они могут управлять масштабом конфликта. А это может подтолкнуть наших западных партнеров к развязыванию ряда локальных войн по периметру России. В этом, я считаю, для нас и заключается главная опасность. Замечу, такой сценарий вероятен именно при администрации президента США Дональда Трампа. Поскольку во всех официальных военных документах, в том числе стратегии национальной обороны США, обеспечение диалога с позицией силы провозглашается одной из важнейших задач, стоящей перед американскими воскресенье, соответственно, с точки зрения Пентагона, разработка перспективных ядерных средств поражения выглядит в этом контексте вполне оправданной. СП. Европа может воспрепятствовать планам США, ведь европейским странам рост напряженности в отношениях с Россией не на руку. Американское давление на европейцев сейчас чрезвычайно велико. Да, в ряде ведущих стран Европы позиция по отношению к тактическому ядерному оружию всегда была умеренной. Но за счет неофитов в стане НАТО ядерная политика Альянса приобретает новое измерение, побеждает логика, что таким образом можно защититься от гипотетической российской военной угрозы. Что, на деле, является обычным пропагандистским трюком.